Добрый день, дорогие зрители телеканала Уллправда ТВ. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Сегодня проведу его я, Дарья Сударева. Сегодня у нас в гостях президент Нотариальной палаты Ульяновской области Браташова Венеря Ахатовна. Венеря Ахатовна, здравствуйте. Здравствуйте. С появлением и активным внедрением цифровых технологий в нашей стране особенно остров стал вопрос защиты россиян от киберпреступников. Поэтому с 13 августа этого года в России вступил в силу новый закон, который запрещает использовать при сделках электронную запись без письменного согласия ее владельца. Поэтому эту электронную запись можно сделать в многофункциональном центре. Венеря Ахатовна, к вам вопрос. Какие основные цели нового закона и какие ключевые изменения он несет в существующий уже законопроект? Федеральный закон об использовании электронно-цифровых подписей действует с 2011 года, достаточно успешно. Сегодня мы уже остановить эту процедуру не сможем. Дело в том, что постепенно развиваясь, этот закон пришел к тому, что сейчас разрешено было оформлять договоры отчуждения недвижимого имущества путем подачи заявления в Росреестр и подавать скан-образом договоры, которые подписаны с той и с другой стороны электронной цифровой подписью. Электронно-цифровая подпись – это аналог своей собственноручной подписи. Но она оформлена совершенно на флешке, поэтому эту флешку никому нельзя отдавать. А те люди, которые не совсем понимают, что это такое, могут вполне спокойно получить, или мошенники за них получат электронно-цифровую подпись, к сожалению, закон такое позволял, и оформить эту сделку и остаться без самого дорогого жизни на сегодняшний день, это без жилья. Связано это особенно с тем, что в мае этого года широко по всей стране облетела новость, что один из граждан города Москвы вдруг в платежке увидел не свою подпись. Когда он пришел выяснять, почему в платежных документах стоит не его подпись, выяснилось, что он договор оформил в дарении путем использования цифровой подписи совершенно другому человеку, живущему в Уфе, и по его словам, жителю этого города, что он даже не знал, что такое договор, и дар на него свалился. Путем подачи электронных документов в Росреестр. Росреестр зарегистрировал эту сделку, и на сегодняшний день этот гражданин до сих пор ходит по судам, доказывает, что квартира – это его, хотя очевидный факт. И наши законодатели, испугавшись развития больших преступлений в этой области, в срочном порядке 24 июня они приняли в третьем чтении, да, 24 июля в третьем чтении они приняли федеральный закон, который вносит изменения в самую излимую часть работы с электронно-цифровой подписью, где указали, что сделка с электронно-цифровой подписью и переход права по ней возможно зарегистрировать только в том случае, если сам гражданин подаст заявление о том, что он согласен, чтобы он сам подписывал свои документы в отношении распоряжения недвижимым имуществом электронно-цифровой подписью и передавал его на регистрацию. В данной ситуации как раз ведь электронно-цифровая подпись позволяет удаленно оформить договор без приходов во все наши инстанции. Но вот такое согласие должно быть оформлено либо лично в Росреестре, но не в самом Росреестре, а через пункт МФЦ, либо нотариально засвидетельствовать подлинность подписи на такого рода заявление и уже по почте отправить в соответствующее отделение Росреестра. Хочу обратить внимание, что нотариусы тоже путем электронно-цифровой подписью передают документы на регистрацию. Нас исключили из этого обязательства, потому что граждане у нас расписываются самостоятельно, а мы скан-образы передаем за своей электронно-цифровой подписью. В новом законе особая роль приводится как раз нотариусам. И поясните, пожалуйста, каким образом нотариальное удостоверение, сохраняющее все преимущества дистанционных сделок с недвижимостью, обеспечит защиту граждан от мошенников? Если гражданин обратился к нотариусу для того, чтобы оформить договор отчуждения, любой, дарение, мену, продажу, либо какой-то еще договор, нотариус прежде всего собирает все документы по всем электронным реестрам, потом спрашивает желание гражданина, его волеизъявления, объясняет все возможные последствия неблагоприятные, которые могут наступить, как для одной стороны, так и для второй стороны. Кроме того, запрашивая документы из различных общедоступных для нотариуса реестрах, он сразу же видит, есть ли обременение, есть ли запрещение, как нужно снять, что нужно учесть при покупке, если покупатель согласен с обременением приобрести недвижимость, проверяют не банкрот или данные лица, устанавливают их истинное желание, с ними беседуют. После того, как граждане подписывают договор, путем, посредством электронно-цифровой подписи нотариуса этот документ передается на регистрацию, в течение одного дня регистрируется, если нет сбоев сети. И я думаю, что в этой ситуации, тогда, когда оформляется договор в простой письменной форме, никто не спрашивает у гражданина, понимает ли он, что он вместо завещания оформляет договор дарения, понимает ли, что он, оформляя куплю-продажу, будет вынужден выселиться из этого жилого помещения и остаться, в общем-то, на улице, понимает ли он, что деньги, которые там могут быть указаны, они не совсем соответствуют реальной цене квартиры. И поэтому в данной ситуации как раз нотариус служит гарантом, во всяком случае, определенной подушкой безопасности для того, чтобы эту сделку оспорить, потому что многие сделки у нас по отчуждению ведутся по видеофиксации, потому что можно доказать, что гражданину все это объяснялось, все это рассказывалось. А вот наши граждане, они очень своеобразны, они могут заплатить кучу денег, неизвестно кому, но потом выяснять отношения, понимаете, их очень ловко можно обвести. Люди, которые этим занимаются, они обладают определенными навыками, и очень легко можно их обвести. Вот подобная деятельность, насколько развита в Ульяновской области подобные сделки? Ну вы знаете, слава богу, у нас минула эта чаша, преступления в сфере недвижимости с использованием электронно-цифровых подписей у нас не происходило. Где-то до десятка этих преступлений произошло по всей территории Российской Федерации, и для того, чтобы прекратить, приняли вот этот закон. А у нас, я могу только привести несколько примеров, когда совершались сделки без соблюдения закона, и потом были признаны недействительными. И я думаю, здесь не имеет значения, в Москве это квартира, или условно говоря, в чердаклах, потому что нервы, здоровье и деньги теряются для каждой из страны, ну, по своему достатку. А примеры, какие я вам могу привести? Вот, например, я привожу эти примеры по определениям нашего Ульяновского областного суда, причем по статистике могу вам сказать, что сделки в простой письменной форме, эти сведения мы взяли, нам любезно предоставил Ульяновский областной суд, было проведено обобщение по тем делам, которые рассматривались в четыре наших районных городских суда и Димитровградский суд. Вот, по сведениям этих пяти районных судов, у нас оспаривались сделки в простой письменной форме 32, из которых одна была признана недействительным, а в простой письменной форме оспаривалось 46 сделок, из которых 41%, это больше 20, были признаны недействительными. И в данной ситуации, вот пример, который бы я могла привести, это когда гражданин решил оформить договор купли-продажи, написал доверенность, но что-то там не срослось, и в общем-то он умер. А недбросовестные граждане по этой доверенности для того, чтобы исключить из наследственной массы хозяйственные постройки и земельный участок, задним числом оформили договор купли-продажи. Это было установлено в ходе рассмотрения в судебном заседании. И подвела их вот тут такая небольшая неточность, потому что при регистрации договора о купли-продаже, при переходе прав и, соответственно, права собственности, регистрации права собственности за новым собственником, Росреестр потребовал представить согласие супруга покупателя. Супруг покупателя был в курсе всей этой операции, но сделка была совершена в простой письменной форме с задним числом. Пришли когда к нотариусу оформлять согласие, с задним числом у нотариуса такого согласия оформить нельзя, потому что помимо введения реестра на бумажном носителе, мы еще введем этот реестр в электронном виде, и совершенно внести туда какие-то изменения вообще не представляется никакой возможности. Это для того, чтобы исключить моменты злоупотребления. И согласие от имени супруги было оформлено тем числом, каким на самом деле оно было оформлено. Уже после смерти гражданина сделка была записана задним числом, ссылка на это согласие в этой сделке существовало, подано было уже после смерти гражданина по доверенности, и, конечно же, в судебном порядке сделка была оспорена, признана была недействительной, и в наследственную массу были возвращены эти хозяйственные простройки, земельный участок, и интересы гражданина, наследника, были в полном объеме удовлетворены. Также вот я могу вам рассказать еще один случай, когда граждане тоже совершили сделку в простой письменной форме, и сдали ее на регистрацию, и Росреестр зарегистрировал переход права и права нового собственника на эту сделку без согласия супруга. Росреестр вправе это делать, эта регистрация производится как оспоримой сделки, и в судебном заседании выяснилось, что супруг, его приглашали к нотариусу, привозили к нотариусу, он отказался подписать такое согласие, нотариус его, соответственно, не удостоверил, поэтому в связи с нарушением действующего законодательства это послужило основанием также признанию сделки недействительным. Но могу и вам другую практику представить, судебную тоже, когда договор был, мама решила подарить своему сыну жилой дом, она это оформила, сделала, а потом через какое-то время вдруг раздумала, ну, знаете, вот настроение у нее поменялось, и она обратилась в суд о признании данного договора недействительным. Три раза она обращалась в суд по разным основаниям, и все три раза ей суд отказывал, так как сделка была удостоверена нотариально, и все необходимые требования законодательства в этой части были соблюдены. Ну, а вот с электронно-цифровыми подписями у нас еще по сведениям, которые нам тоже любезно предоставил наш Росреестр, у нас ни одной сделки не было зарегистрировано, и вот поэтому никаких таких мошеннических действий нет. Но я хотела бы обратить внимание наших граждан, что если в данной ситуации вы должны знать, что сделка будет зарегистрирована, если вы подпишете ее электронно-цифровой подписью, только с вашего согласия. И действие этого закона началось 13 августа 2019 года. Ну, конечно, вот много примеров вы привели, и очень-очень много примеров, которые вокруг нас есть. Есть ли какие-то, может быть, советы для зрителей, для всех, кто нас смотрит, как не стать жертвой мошенников? Каждый гражданин должен заниматься своим делом. Сейчас каждый гражданин, когда решает купить-продать недвижимость, это не совсем частое действие. Вам помочь могут с продажей недвижимости это нотариусы, это риэлторы, это банковская сфера, это сотрудники ООО «Мои документы» в МФЦ. В общем, достаточно большое количество людей. Каждый гражданин должен сам оценивать свой риск. К сожалению, наши жители Ульяновской области ничем не отличаются от жителей всей Российской Федерации и стараются оформить это все подешевле. Но не случайно есть русская народная пословица, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому я думаю, что решаясь на такой серьезный шаг, как продажа недвижимости, все-таки нужно оценивать реально все те перспективы, которые у вас могут возникнуть, когда вы будете отчуждать недвижимость с участием тех лиц, которые я перечислила. Я не буду ни о ком другом говорить, так как я сама нотариус, я могу сказать о преимуществе нашей именно материальной форме сделок с недвижимостью. Но, во-первых, выясняется обязательно воля, желание, разъясняются последствия. Потом я хочу сказать, нотариус беспристрастен, и он объясняет обеим сторонам преимущества и минусы совершения того или иного действия. Для него интересы одной стороны никогда не должны являться приоритетными. Обе стороны у нас должны быть в полном объеме удовлетворены той услугой, которую мы оказываем. Кроме того, каждый нотариус несет гражданскую ответственность в том случае, если он совершит ошибку. Случаи такие у нас в Ульяновской области, когда страховые компании выплачивают в связи с тем, что произошла ошибка нотариуса, у нас есть в том числе и по отчуждению недвижимости, когда у нас один мошенник пять раз продал одну и ту же квартиру. Были такие мошеннические схемы. Нотариус сам страхует свою деятельность, палата страхует свою деятельность, взыскивается ущерб, если вот этих двух вариантов не хватает, еще с личного имущества нотариуса. И в последнюю очередь, если еще остатки остаются долго, то тогда призывается к возмещению этого ущерба компенсационный фонд, который создан Федеральной Нотариальной Палатой. Он обязательным действует для всех, для любого нотариуса Российской Федерации, если бы такая ситуация произошла. Кроме того, нотариус своей квалифицированной подписью отправляет документы на регистрацию. Регистрация проходит в один день. Это не нужно стоять нигде в очередях. И даже если сейчас очередей нет, не нужно в нескольких местах приходить. Достаточно прийти только в один фронт-офис нотариуса, и все. И документы зарегистрированы, он опять получит у нотариуса. Если вдруг что-то там не сходится, ошибки какие-то, все это решает уже сам нотариус, а не гражданин остается с машиной такой один на один. То есть в этой ситуации все решает нотариус. Да, есть у нас и минусы. По мнению людей, что это очень долго, но я вам еще раз говорю, мы не хлеб-магазин пришли купить. Это достаточно серьезно, очень ответственно. И у некоторых людей один раз случающееся событие, которое необходимо просчитать обязательно и обезопасить в полной мере. Спасибо большое, Венери Ахатум. Надеюсь, для наших ульяновцев было интервью полезным. И обязательно нужно обращаться к специалистам при любой такой сделке. Спасибо, что были с нами. Увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания. До свидания.